здравствуйте друзья последнее время на самом высоком уровне озаботились проблемой интернет зависимости дескать молодых людей постоянно сидящих за компьютером надо лечить как любители алкоголя или чего поядреннее действительно проблема очень серьезная я вот сижу за компьютером и в интернете не больше 15 16 часов в день и разумеется никакой зависимости не чувствую а вот тех козлов которые тратят на интернет по 17 18 часов в день конечно же надо лечить электрошоком и галопередовым на самом деле мы проводим в интернете все больше времени причем все чаще потребность нем возникает за пределами квартиры или офиса ну надо же иметь какой-нибудь вариант на тот случай если постучится какая-нибудь кошерная одноклассница или начальник решить посоветоваться с вами о том какие вины лучше купить к его юбилею конечно самый простой и доступный вариант это выйти в сеть со своего мобильника или коммуникатора но на самом деле конечно никакой не доступ в интернет а суррогат наподобие ячменного кофе потому что маленький экран не позволит разглядеть все детали купальника одноклассницы а маленькая неудобная клавиатура не позволит достаточно оперативно отсылать шефу милые комплименты по поводу его тонкого вкуса поэтому давайте-ка прикинем какие варианты лучше всего подходит для того чтобы подключить к интернету свой любимый ноутбук первый вариант и самый лучший это поймать бесплатный вайфай на самом деле это далеко не так сложен как может показаться он есть даже в крупных городах россии практически повсеместно а про забугорье то и говорить не приходится помню села я как-то в центре сеула включил ноутбук и поймал сразу 100 с лишним беспроводных точек причем 30 из них были абсолютно бесплатны ну а если с бесплатностью не получилось можно воспользоваться обычным мобильником причем лучше подключать его к ноутбуку через шнурок потому что в таком случае вы существенно экономите энергию как ноутбука так и самого телефона ну а если и шнурка под руками нет можно воспользоваться технологии bluetooth которую богемных кругах ласково называют голубым зубиком однако самый изящный из платных способов выхода в интернет это покупка специального модема стоит он примерно долларов 140 но некоторые особенно ушлые фирмы умудряются так накручивать этих юсб малышей что они начинают стоить не меньше пяти сотен в принципе скорости доступа по стандарту edge вполне достаточно для такого неторопливого серфинга когда на наших полях появится технология 3g все станет совсем хорошо однако если вы хотите устроить видео учатся на классницы прямо сейчас рекомендую вам подключиться к сети skylink где интернет ну гораздо быстрее правда ребята они с причуденкой и модемы для них требуется специальные но зато одноклассница будет гарантированно довольна в конце подобных колонок принято уговаривать зрителей встать из-за компьютера и выйти на улицу где ласково светит солнышко мило шелестит листва и гуляют красивые легкомысленные девушки так вот меня сейчас за окном идет дождь деревьев капает какая-то дрянь а все красивые девушки сидят по домам и тусуются на сайтах знакомств поэтому как только досмотрите эту передачу немедленно отправляйтесь в сеть а на улицу можно выйти когда у провайдера опять плетит его главный сервак